Лишай от кошки у человека, как передается. Кошки всегда были и остаются излюбленными домашними питомцами для многих. Но мало кто догадывается, что соседство с ними иногда может быть чревато неприятными последствиями. Одним из них является кошачий лишай, о котором и пойдет речь в данной статье. Что такое кошачий лишай? Лишай – это инфекционная болезнь, проявляющаяся поражением кожи в виде появления на ней пятен, покрывающих туловище и конечности. Заболевание характерно как для людей, так и для животных, в том числе собак и кошек. Как выглядит лишай? Передается ли кошачий лишай человеку? Кошачий лишай – стригущий лишай, микроспори, как он фигурирует в специализированной литературе, это болезнь кожи, вызываемая грибком. Роды микроспором, передающиеся от животных к человеку или другим животным контактным путем. В чем опасность данного грибка? При несвоевременно начатом лечении болезнь может привести к весьма неблагоприятным последствиям. В их числе выпадение волос, повреждение кожи, потеря слуха и зрения. К сведению, к одним из наиболее тяжелых последствий относятся менингит и сепсис. Итак, какой лишай от кошки передается человеку? Есть разные виды лишая, а трубевидный лишай. Его еще называют солнечным, потому что он характеризуется появлением пятен на коже различных цветов и шелушениями. Часто пятна сливаются в одно большое. Этот вид лишая наиболее часто передается от кошки к человеку – розовый лишай. Второе название – лишай уже бера. Его признаком являются розовые пятна на кожном покрове, в основном страдают грудь, спина и живот. В большинстве случаев возникает на фоне ослабленного иммунитета и очень редко передается человеку – опоясывающий лишай. Вызывается вирусом ветряной оспы и проявляется в виде пузырьковой сыпи по ходу нервных окончаний. Возникает только у людей. Однако наибольший интерес для владельцев домашних животных представляет стригущий лишай. Во-первых, животные с ним являются наиболее заразными. Во-вторых, к нему очень чувствительны дети, что делает его диагностику и лечение достаточно актуальными проблемами. Обратите внимание, стригущий лишай имеет весьма специфичный вид на кожу в виде красноватых пятен, окруженных валиком. Наиболее часто располагается на голове, шее, фалангах пальцев, рук и ног. Можно ли заразиться лишаем от кошки человеку? Ответ – да, можно. Как указывалось ранее, заболевание может передаться контактным путем. Это значит, что споры грибка, живущие в шерсти из разного животного, на ворсинках, подстилок или на предметах ухода, попадают на кожные. Покровы человека или другого животного, где размножаются, проникают под кожу и вызывают заболевание. Следовательно, домашние кошки заражаются от уличных кошек или собак, а потом заражают своих хозяев. Таким образом, лишая от кошки у человека появляется после контакта с инфицированным животным. Важно! Источником заражения может быть не только животное с явными признаками заболевания. Иногда внешнее здоровье кошечка является носителем грибка. Это означает, что проявлений заболевания у нее нет, но заразить человека она может. Поэтому не рекомендуется гладить или брать на руки незнакомых уличных собак или кошек. Нужно быть особенно осторожным людям с ослабленным иммунитетом и детям. Кроме того, первые признаки болезни появляются через несколько недель после инфицирования, значит, необходимо постоянно следить за здоровьем своего любимца. Все грибковые заболевания характеризуются наличием инкубационного периода. Это время от заражения до появления первых признаков заболевания. В данный период распознать наличие болезни на глаз невозможно, но вот человеку заразиться кошачьим лишаем уже можно. Для каждого вида грибка инкубационный период разный, но в среднем это от 1-2 недель до нескольких месяцев. Также это зависит от особенностей организма. Стоит знать клинические проявления данного заболевания. Кошачий лишай у человека проявляется появлением на коже различных по форме очагов розового, бурого или желтоватого цвета, которые имеют тенденцию переходить в более крупные, мелких пятен, сыпья или пузырьков с жидкостью, которые могут лопаться участков шелушения покраснений, для которых характерен зуд при запущенных формах очагов нагноения, высокой температуры, увеличения лимфоузлов. Характерный вид стригучего лишая часто микроспорья поражает волосистую часть головы. Характерными признаками будут участки облысения неправильной формы. Стрягучий лишай известен своими специфическими проявлениями. Участок поражения сначала имеет вид красного или розового пятна небольшого диаметра и правильной формы. В дальнейшем его центр становится менее отчетливым и образует круг, окруженный валом из чешуек и мелких физикул. Это явление называется кольцо в кольце. Более наглядное представление о том, как он выглядит, можно получить, взглянув на фото. Обратите внимание, размеры и частота встречаемости очагов очень вариабельны. Это могут быть как мелкие, едва заметные очажки в труднодоступных местах, так и огромные сливные области облысения. Поэтому очень важно обращать внимание на любые участки выпадения волос у кошки. Рекомендуется осматривать своего питомца как минимум раз в неделю, чтобы не упустить появление первых симптомов. Также следует учитывать, что развитие болезни происходит только у животных со слабой иммунной системой. Если кошка здорова, то болезнь ограничится появлением одного-двух очагов облысения. Но если у любимца ослаблен иммунитет, то опасное заболевание станет носить системный характер. Вероятно появление таких общих симптомов, как вялость, сонливость, снижение или полная потеря аппетита. Поэтому чрезвычайно важно заботиться о здоровье котенка, чтобы не допускать такого рода последствий. Итак, если обнаружен на своем теле или у своего домашнего питомца один из перечисленных выше признаков, это повод незамедлительно обратиться к специалисту. Лишаю кошки очень заразное заболевание, избавиться от которого нет, так ты просто диагностика лишая. Проводить осмотр кожных покровов должен врач-дерматолог. Обычно диагноз можно поставить, исходя из клинической картины заболевания. Однако не всегда реальная картина похожа на картинки в учебниках. Часто проявление стригущего лишая я можно спутать с аллергической реакцией, дерматитом и другими кожными заболеваниями. Окончательно определиться с диагнозом помогают дополнительные методы исследования. Луминесцентный метод. Основой этого метода является ультрафиолетовое излучение, продуцируемое лампой вода. Лучи подсвечивают споры грибка так, что они начинают светиться в сине-зеленом цвете. Микроскопическое исследование. Соскоп с очага поражения рассматривают под микроскопом, где по определенным критериям определяют присутствие возбудителя. Культуральный метод. С помощью него возможно провести идентификацию возбудителя для назначения правильного варианта лечения. Для этого соскоп с лишайных пятен помещают на питательную среду, где через несколько дней вырастают колонии возбудителя. Этот метод является самым надежным и информативным, но весьма длительным. Как человеку лечить лишай, лечение грибка достаточно длительно и требует четких соблюдений назначений врача. Однако прогноз в большинстве случаев благоприятный и заболевание часто заканчивается выздоровлением. Ниже представлен список наиболее распространенных лекарственных средств для лечения лимикроспории. При поражении гладкой кожи применяются наружные противогрибковые мази кетоконозол, ламизил, микоспор, клатримозол. Эффективными будут серная, серно-солициловая и серно-дегтярная мази. Также следует использовать йодсодержащие препараты йоденол, йодофором и йодопером. Важно! Обрабатывать пораженные места следует два раза в сутки. Если лишай поразил волосистую часть головы, а также при условии поражения больших участков тела помимо местного нанесения лекарства. Необходима системная противогрибковая терапия. Для приема внутрь используются такие лекарственные препараты, как грязяфульвин и троконозол, тербинофин. Грязяфульвин принимают каждый день до получения отрицательных результатов анализов на грибок. После этого лечение продолжается по одной таблетке раз в два дня, в течение двух недель и по одной таблетке раз в три дня, следующие две недели. Лечение лишая очень длительный процесс. При наличии значительного воспалительного процесса уместен прием противовоспалительных препаратов. Во время лечения необходимо сбрить волосы на пораженных участках, принимать душ два раза в день, часто менять нательное и постельное белье, ограничить контакты с другими членами семьи и провести генеральную уборку. К сведению, лечение лишая в среднем занимает от двух до пяти месяцев. Использование народных средств при лечении кошачьего лишая. В настоящее время медицина шагнула далеко вперед в сфере диагностики и лечения грибковых инфекций. В связи с этим роль народных средств в лечении лишая значительно снизилась. Однако не стоит совсем забывать о них, ведь в сочетании с медикаментозным лечением они могут стать хорошим дополнением и ускорить процесс выздоровления. Отвар ромашки Заварить 20 грамм сухих соцветий в 300 миллилитров кипятка, оставить настояться на полчаса и втирать волосистую часть головы в течение недели. Это поможет быстрому восстановлению волосяного покрова. Чеснок Разрезать дольку чеснока и протирать ее пораженные места раз в день. Бактерициды, содержащиеся в чесноке, помогут более быстрому выздоровлению. Настойка прополиса 50 грамм прополиса Залить 200 миллилитров спирта и дать настояться несколько суток. Смачивая тампон в получившейся настойке, обрабатывать пораженные места до 5 раз в день. При беременности и лактации нужно быть особенно осторожным с выбором лекарственных средств для лечения лишая, потому что некоторые из них могут навредить развивающемуся организму. К тому же лечение стоит начинать как можно раньше, чтобы не допустить распространения возбудителя у ребенка. Поэтому в таких ситуациях лечение проводится строго под контролем специалиста. Важно! Одни и те же симптомы характерны для нескольких заболеваний сразу. Диагностика некоторых болезней затруднена даже в условиях медицинских учреждений. Не стоит пытаться поставить себе диагноз самостоятельно. Нельзя принимать и использовать лекарственные средства без назначения врача. При появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обратиться к специалисту. Диагностика и лечение кошки. Как же распознать признаки заболевания у самой кошки? Стоит срочно обратиться к ветеринару, если замечены у питомца следующие признаки. Очаги облысения небольших размеров и правильной формы, сопровождаемой зудом. Одно этих очагов покрыто розовой, желтоватой или бурой корочкой. Участки, где шерсть кошки будто обстрижена. А волоски обломаны у корня. Общее изменение вида шерсти. Появление комков. Изменение вовведений животного. Как выглядит ли шею котенка в лечении кошки от ли шея сочетает и несколько подходов. Вакцины поливактаем, микрадиом и другие применяют. На начальных стадиях болезней средства для наружного применения. Противогрибковые мази крема и растворы наносят на чистую кожу курсом в несколько недель. Перед применением данных средств необходимо сбрить шерсть на поражанном участке. Самыми распространенными мазями являются фунгин и меконозол. Также нужно купить специальные шампуни, низорал, ксибазол. Средства для приема внутрь назначаются при неэффективности наружных средств. И при массивном поражении кожи. Ветерина прописывает в таком случае грязя фульвин или траконозол. Разумеется, что лечение животного должно проводиться строго под контролем специалиста. Меры профилактики. Чтобы предупредить заражение или шаем от кошки, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Во-первых, не стоит трогать незнакомых животных на улице, потому что кошачий лишаль легко передается человеку. А если уже животное погладили, нужно незамедлительно помыть руки. Во-вторых, не рекомендуется пренебрегать каждодневным осмотром питомца на предмет очагов поражения. В-третьих, стоит периодически проводить дезинфекцию личных вещей, особенно тех, с которыми часто контактируют животные. В-четвертых, в осенне-весенний период нужно принимать витаминные комплексы, чтобы не допускать ослабления иммунитета. В-пятых, при обнаружении на теле у членов семьи животного признаков лишают необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Домашние притомцы дарят людям множество положительных эмоций, однако не стоит забывать об опасности, которую они могут принеси на своей шерсти. Несмотря на то, что лишание является смертельным заболеванием, он может значительно ухудшить жизнь хозяину кошки и его семье. Поэтому очень важно быстро обнаружить недуг и начать лечение.